привет друзья привет коллеги привет 3d шники привет фанаты компьютерной анимации как дела у нас все те же вот появились даже новые ребята у нас евгений василий всем привет привет евгений рома марк ждем сейчас все будет дратути приветы симферополя привет симферополю как погода у вас там спросил ответ не получил ну я думаю что ну понятно хряпчик негодящий как же без него всем приветы привет и хряпчику посмотрел вчера запись нашего андрей винник привет посмотрел вчера запись нашего стрима и понял что так дело не пойдет то что я вам показывал все было без контекстного меню то есть без всплывающих окон и ничего не понятно даже я ничего не понял поэтому решил сегодня принял беспрецедентное решение беспрецедентное решение все начать с нуля то есть вот сегодня прямо сядем и до упора будем делать анимацию начнем сцену по новой и по новой приступим потому что ну так не пойдет если уж показывать так показывать все с нуля ольга стана восстанова как я понимаю станва 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 ольга ольга привет наши вам с кисточкой так ну что я сегодня все подготовил сегодня не должно быть косяков которые я вчера допускал так что сейчас должно быть все нормально так я перехожу на трансляцию макса время от времени буду заходить в чат так что вы там пишите вопросы если они у вас возникают я буду время от времени возвращаться читать и отвечать поехали так вот у нас макс давайте сразу проверим все ли у нас работает так вот я вьюпорт повращал вот я правую кнопку мыши нажал вот у нас контекстное меню так появилось ли все давайте сразу напишите мне что да ну все нормально все видно если все видно начинаем жду ваших ответов обратной связи жду можно просто плюсики поставить и все и я пойму что все видно все хорошо есть правое меню и отлично всплывающие окна самое главное если макс виден все норм отлично евгений васильев окей все переходим в макс и начинаем работу так поехали значит мы создаем скелет кота и в этот раз мы его подготовим как следует к нашей анимации так как код обжектs как parent помните мы вчера с вами сохраняли скелет вот он у нас саймон рик мы его выбираем кликаем центр он создается у нас и сейчас мы его доведем до ума сразу дадим им все нужные объекты так перехожу в одно окошечко включаю f4 включаю клавишу ю на клавиатуре чтоб перейти в ортографический режим убираю сетку пока grid так и настраиваем скелетик наш ну во первых нам понадобится верхней части руки два сегмента вот у нас количество сегментов здесь поставим два вот у нас два сегмента и здесь поставим три сегмента сделаем твист нормальный вот три сегмента теперь берем копируем этот лимб и передаем на противоположную сторону все есть вон они появились сегменты так отлично то же самое с ногами делаем берем это копытце делаем три сегмента три сегмента и с этой стороны просто скопируем этот лимб и сюда перенесем его поезд мира глимб вот так вот здесь тоже появились три сегмента так башку сразу сделаем нормального цвета чтобы она была хорошо видна так отлично пальчики есть это у нас есть да и теперь сразу нужно под будет подготовить подготовить свебел англы углы для ног и для рук так берем нашу ногу и здесь создаем апноут вон он появился у нас синенький крестик и здесь тоже самое создаем апноут берем вот эти два объекта так и их вытаскиваем вперед чтобы их видеть так это будут у нас об ноды эти апноуты у нас работают вот таким образом то есть мы можем крутить коленку то чего мы не сделали на прошлом стриме так то же самое делаем здесь на руке но для того чтобы это сделать ребята нужно чтобы рука была в режиме инверсной кинематики поэтому мы переходим сюда create ай кей торги создаем ай кей торги ты сразу создам анимационный слой включу его так теперь выбираем эту руку тоже переводим ее в режим ай кей create ай кей торги создаем target так теперь берем создаем об ноды вот они сразу эти два крестика можно оттащить назад вот так и почему нету вот таких вот указателей что у нас работает инверсная кинематика да у все очень просто у нас она не включена для того чтобы ее включить мы должны выделить ладошку и в лимб анимэй шин вот у нас ай кей эф кей и мы видим что у нас часто и здесь единица то есть правая позиция эф кей вот у нас ползунок и переведем в инверсную кинематику руку он сразу появились у нас направляющие и сделаем то же самое здесь переведем ай кей и попробуем делать анимацию в режиме ай кей просто чем отличается с кей от ай кей то есть прямая кинематика от инверсной отличается тем что для того чтобы соблюдать принцип анимации один из принцип анимации дуги арки нужно будет создавать просто больше ключевых кадров то есть вот сейчас я покажу в чем разница вот я снова переключить режим инверсной кинематики вот смотрите сейчас включу авто кей перейду в пятый кадр для примера и повернул руку ротейт вот так вот я ее повернул это у нас forward кинематика то есть это прямая кинематика у нас и вот мы смотрим моушен пас и мы видим что рука движется по дуге так работает прямая кинематика так переключимся удалим этот ключ и теперь мы берем руку переводим ее в инверсную кинематику то есть вы обратили внимание да когда я поворачивал руку в прямой кинематике у нас было всего два ключа в нулевом и в пятом кадре я поставил и у нас было полу появилась дуга теперь мы в режиме инверсной кинематики перемещаем руку сюда так ай-яй-яй я это в нулевом кадре сделал сейчас control z control z так перехожу в пятый кадр перемещаю руку и поворачиваю кисть так теперь смотрим моушен пас и что мы видим мы видим что он прямой то есть рука движется не по арке и для того чтобы нам добавить арку мы должны создать дополнительный ключевой кадр вот так и в этом случае у нас рука будет двигаться по арке вот в этом собственно и разница между инверсной и прямой кинематикой forward kinematics разница в том что приходится добавлять дополнительные ключи так сейчас я это дело отключу переходим в параметры пока уберем авто кей так и создадим поименованный сет как мы делали это в прошлый раз в поименованный сет мы добавляем все наши объекты кроме вот этого этот нам не нужен остальные все нужны то есть именно на эти все объекты мы будем ставить ключевые кадры при блокинге вводим сюда как вчера вводили скелет enter создали поименованный сет теперь если мы хотим выделить все объекты мы выделяем скелеты вот у нас тут все выделяется и соответственно теперь в анимационном режиме мы включаем здесь выбирая вот этот наш поименованный сет скелет есть все выбрали подготовили шкелетик и этот шкелетик мы можем сохранить да сразу давайте-ка проверим что у нас в настройках стоит заходим в отключим анимационный режим отключим пока не сонный режим перейдем хайерархи блин конфо мы видим что у нас слетела галочка идите в тус это пауз добавим ее включаем и для противоположной стороны делаем то же самое достаточно поставить галочку на самую верхнюю кость цепочки вот у нас есть раз два три три кости и остальные гости тоже получат эту галочку автоматически потому что они находятся в одной цепочке у нас так поставили включаем анимационный режим все у нас шкелетик готов загружаем наш референс теперь давайте создадим новый слой пить new layer назовем его как вчера называли рев сделаем его активным в аутлайнере активным вот смотрите когда я меняю слои то верхний листочек бумажки становится закрашенным вот то есть сейчас у нас активен слой рев и именно в этот слой мы добавим наш play in так переходим на вкладку create здесь переходим в окошко вида front клавиша f на клавиатуре plane включаем keyboard entry вводим 720 на 720 именно такого размера у нас референс и говорим create отключаем лишние сегменты правой кнопкой мышки кликаем заходим в редактор материалов и на первый слот добавляем на diffuse битмэп десктоп где у нас папочка вот рефы и вот этот референс добавляем как я вчера уже говорил макс воспринимает только два формата это формат ави и формат мув mp4 не воспринимает поэтому не удивляйтесь что ой у меня не отображается только ави или только мув ну так он устроен так open добавили и назначаем этот материал на наш play in так смотрим включим f3 включим отображение материала и уменьшим скейлом наш референс так чтобы размеры нашего персонажа и размеры референса совпадали ну так просто для удобства чуть чуть побольше сделаем вот так вот и совместим так чтобы нога была в уровень с ногой персонажа нашего вот примерно так так отодвинем назад нас не интересует перспектива поскольку мы будем работать исключительно в ортогональных окнах перспективу будем уходить только для проверки чем мы делаем так естественно у нас пропало изображение значит нам нужно настроить self-illumination параметр включаем здесь 100 вот все теперь видно отлично теперь мы видим что сзади у нас тоже видно изображение чтобы отключить изображение сзади мы кликаем правой кнопкой мыши при выделенном play не правой кнопкой мыши заходим object properties и здесь во первых снимаем галочку show frozen and grey чтобы наше изображение было видно и не стало серым и включаем галочку back face cool ok все теперь она сзади у нас не видно а спереди видно прекрасно и его можно заморозить закрываем редактор материалов и замораживаем слой референс вот и все то есть теперь анимация у нас воспроизводится будет да но одна проблема мы вчера выяснили что скорость воспроизведения frame per seconds у нас 25 кадров в секунду значит соответственно мы должны в настройках анимации поставить пол пол это 25 кадров в секунду и у нас три секунды длится наш референс значит здесь поставим 75 то есть 25 кадров в секунду умножаем на три получать 75 окей все у нас все готово сцена подготовлена сохраняем ее я сохраню на рабочий стол в нашу папочку а вот у меня есть предыдущая сцена simon point вот мы вместо нее и сохраним сейф заменить да все первый этап закончен мы подготовили перса подготовили референс и можем приступать к анимации и давайте если есть вопросы сейчас я на них быстренько отвечу башка перекрасилась до перекрасилась это не страшно это кат а можно чтоб контрольного локтя двигался за рукой и нет он анимируется отдельно это не страшно мы все равно контролируем каждый кадр поэтому просто переносим контроллер туда куда нам нужно все видно женя привет из междугороднего автобуса удачи на стриме села спасибо тебе огромное без тебя вообще-то скучновато ну ничего в следующей среду мы пригласим макса поклонова если он даст свое согласие я думаю что я его уговорю и втроем нам будет веселее сегодня попробовал видео реф на плейне как ты вчера показывал при включении анимации проседает фрэмп секунд может там какие-то хитрости нужно сделать да и я сейчас это объясню значит что я делаю сейчас я папочку запущу чтобы показать в чем разница секунду все зависит от того какой вес у референса сейчас я покажу так где у меня эта папочка куда я ее сохранял изначально все вспомнил сейчас я найду папку покажу и объясню в чем дело так переходим на сюдыть вот смотрите вот изначальный файл вот он вот это изначальный файл вот так он выглядит обратите внимание на его вес он весит 94 мегабайта теперь открываем сконвертированный файл в их свет я его конвертировал он весит 385 килобайт то есть даже одного мегабайта не весит качество его не меняется вот практически и тормозит у вас во вьюпорте только потому что вес сейчас сейчас я покажу вот так нагляднее будет вот у нас родной ави point 1 вот его вес 94 и 9 мегабайта вот сконвертированный 385 килобайт то есть при таком весе естественно макс тормозить не будет а когда он 90 с лишним мегов весит то да он тормозит то есть нужно конвертировать таким образом чтобы не был тяжелым референс можно даже уменьшить его размер сделать скажем там 320 на 320 ну я оставил 720 на 720 чтобы вам просто виднее было так еще вопросы есть Инна Сергеенко у вас всегда по средам эфиры я впервые рады приветствовать вас у нашей веселой компании Инна да у нас всегда по средам эфиры сегодня не запланированный у нас стрим потому что сегодня четверг вот так получилось что вчера я немного облажался не подготовился как следует и получилось так что часть нужных окон в максе не отобразилась и поэтому я решил сегодня начать как бы с нуля вот а вообще да каждую среду в 20.00 по этой же ссылке по которой вы сейчас пришли у нас стримы на разные темы мы приглашаем разных профессионалов из области телегратики так что добро пожаловать приходите рады будем вас видеть так как я вчера говорил значит если сейчас башку перекрашу она меня нервирует так если вы анимируете персонажа с одеждой и собираетесь потом делать симуляцию одежды то первый кадр лучше ставить в минус десятом кадре то есть вот я нажимаю control alt левой кнопкой мыши сдвигают таймлайн до минус десятого кадра перевожу ползунок сюда и в минус десятом кадре ставлю кнопку сетки а вот та же самая ошибка которую я допустил так ошибка заключается в том что я не установил фильтры заходим фильтры вот они у нас и здесь отключаем скейл поскольку мы не будем ничего масштабировать не будем еще скейлить поэтому здесь отключаем скейл чтобы у нас не создавались лишние ключи закрываем так и теперь ставим сетки в минус десятом кадре то есть это поза в которой у вас одежда совпадает с позой персонажа в нулевом кадре в нулевом кадре мы будем делать вот эту позу если мы забудем дефолтную позу то одежда потеряет свои объекты коллизий то есть вы не сможете управлять потом одеждой максим поклонов вчера посоветовал что можно сделать в другом слое анимацию потом смикшировать можно но я предпочитаю делать именно вот так то есть в минус десятом кадре я ставлю дефолтную позу а в нулевом кадре я создаю первую позу нашего персонажа мне так удобней так и в нулевом кадре мы тоже состоит создаем сетки все на все объекты которые у нас входят в выделенный сет скелет вот в этот вот мы поставили ключевые кадры в минус десятом вот мы видим и в нулевом на каждом объекте у нас есть ключик замечательно теперь включаем авто кей не забываем ребята потому что иначе все что вы будете делать с персонажем не запомнится и у вас все разрушится поэтому обязательно должна быть включена кнопочка авто кей и поехали делаем первую позу смотрим на нашего персонажа так перейдем в окошко вида фронт в ортогональную проекцию так и подгоняем позу спрячем ненужный объект сейчас создадим новый слой create new layer назовем его hidden спрятанное hidden и в этот слой спрячем вот этот вот объект центральную нам сейчас пока не нужен или давайте знать что пока мы его не спрятали сохраним нашу позу мы уже не можем сохранить потому что мы сейчас находимся в режиме в анимационном режиме но ничего мы в любой момент можем наш скелет сохранить когда сделаем анимацию в изначальной позе его и потом использовать так берем этот объект и добавляем слой hidden теперь вы мы можем его прятать спокойно и когда нужно доставать так в окошке вида фронт смотрим на позу нашего перца и так поставим здесь нулевой кадр и делаем позу значит чуть-чуть опускаем таз rotate поворачиваем его так под небольшим углом чуть-чуть выбираем грудь правая кнопка мыши пинг-бон чтобы грудь сейчас не двигалась потому что мы будем наклонять таз чуть-чуть вот так вот при этом грудь остается на месте если бы мы не включили вот эту функцию пинг-бон то смотрите что у нас получилось бы вот грудь сдвигается включаем пинг-бон и чуть-чуть поворачиваем таз так теперь благодаря тому что мы создали объекты сверла мы можем регулировать наши копытцы так берем этот объект вперед его выдвигаем поворачиваем так и свивел англ берем и его выравниваем так таз можно по поднять повыше а надо снять пинг-бон из-за этого он не хочет подниматься у нас так поднимем повыше вот так вот чтобы ноги не были совсем прямыми потому что иначе может потом щелчок такой произойти и коленка дернется нас это не интересует нам нужна коленка нормально так включу f4 чтобы была видна сеточка так нога похоже у нас ну-ка в окошке вида фронт можно чуть-чуть подальше ее отодвинуть так таз пониже опустим отлично теперь что у нас позвоночником происходит с позвоночником у нас происходит следующее он у нас вот так вот сдвинут видите здесь есть некая дуга такая вот она если проследить час я включу такую программу линку а они это ее будет видно ее будет видно сейчас где на уши черный включается а вот она вот берем карандашик и смотрим вот у нас есть вот такая вот дуга так оставим ее здесь пусть будет на всякий случай чтобы я мог вам что-то показывать вот мы сдвинули тело и теперь его поворачиваем переходим в локальные оси alt правая кнопка мыши локал и чуть-чуть ротейт и чуть-чуть повернем вот так теперь ослабляем плечи здесь плечи расслабленные на референсе вот они смотрят вниз то же самое с противоположным плечом опускаем вниз и теперь руки берем наш ой кей объект movie опускаем руку вниз так поворачиваем поворачиваем и смещаем сюда и вперед вот и теперь можно подредактировать локоть вот этим объектом свирелом вот то чем мы вчера мучились так поближе чуть-чуть повернем руку чтобы она не была совсем прямой так и сделаем расслабленную позу она у нас уже сохранена если вы помните мы вчера ее сохраняли в digit manager вот у нас дигит менеджер и тут у нас поза релакс должна быть вот она двойной щелчок и вот у нас сразу мы сделали такую позу чуть-чуть я бы ее подредактировал вот этот палец вот эти две косточки вот так бы чуть-чуть под прижал бы вот так многовато и я повернул грудь так и соответственно следующую руку берем опускаем вниз так в окошке вида фронт смотрим поворачиваем ее то есть мы сейчас с вами находимся в режиме блокинга мы делаем первый блок то есть нашу первую позу так сразу ага ниже опускаем руку вот она практически здесь лишь раз сразу и поставим в digit manager нашу позу релакс релакс и также точно подогнем указательный пальчик ротейт а ротейт вот так вот делаем оттаскиваем подальше руку чтобы она у нас не проникала сквозь кость ноги и можно еще ниже ее опустить вот как то так окошко фронт смотрим похоже ли поза да ну естественно с головой поработать голова у нас вперед наклонена мы ее вперед наклоняем вот так и поворачиваем ротейт так и так на моем референсе не видно практически левого глаза это плохо это плохо потому что глаз должен быть виден обязательно значит мы не следуем на прямо на сто процентов за референсом а все-таки смотрим и анализируем его поскольку здесь глаза не видно а здесь у нас должен быть виден ну представим что здесь есть глаз то есть поворот сделаем так чтобы зритель видел этот глаз и опустим голову чуть-чуть вниз как на референсе и еще немножко и и вперед выдвинем вот так отключу грид сетку окошко фронт ну вот поза более-менее похоже так немножко можно повернуть вот эту кисть то есть сделать ее более расслабленной так и наверное чуть-чуть повыше и поднять вот так она начала проходить сквозь руку сквозь ногу мы ее отодвинем надо было делать это в локальных осях так перейдем перейдем локальные оси так давайте этот объектик пониже опустим смотрим можно ближе к руке подтянуть это вот к вопросу о том как управляться с этими объектами да вот просто мы берем их и поближе подтаскиваем смотрим нигде у нас ничего не проходит может быть даже есть смысл немножко еще подвернуть вот эти косточки так чтобы еще более расслабить руку так фронт смотрим ну да это вот та поза которая нам нужна сохраним сцену контрол с сохранили сразу поставим сетки на все наши объекты и сейчас продолжим аниме вот первый блок мы с вами поставили сделали первый блок роман пичурин приветствуем вас крема гри мэник краб team union ура ура вопрос а потом еще будет урок как добавлять готовые анимации и сохранять текущие и будет ли показано как добавлять анимацию кат к чистой модели без скелета и привязки ну да вот мы сделаем эту анимацию и сохраним ее сохраним и можем потом к другим скелетам ее применять